Добрый день, уважаемые коллеги, начинаем наше совещание. Первый вопрос. А сейчас это связано с заболеванием ВИЧ-инфекции на территории Вольского московского района. Врач-консенсионист ВОСК районного района Вера Николаевна Гекунгова. Пожалуйста. Значит, Вольский район первым увлечен в процесс по Саратовской области по ВИЧ-инфекции. И в основном это началось распространение среди наркоманов с 1996 года. Начиная с 2000 года, планомерно отмечается рост числа зарегистрированных случаев и рост заболеваемости ВИЧ-инфекции. Всего на 1 января 2017 года в Вольском районе проживает 887 ВИЧ-инфицированных. Показатель пораженности составляет 826,5 на 100 тысяч населения. То есть это где-то приближается к 1% населения Вольского района. Распространенность ВИЧ-инфекции по Вольску за 12 месяцев составила 1477,5 на 100 тысяч населения. Среди наркозных показателей 743,2 на 100 тысяч населения. Заболеваемость по Вольску за 12 месяцев составила 90,33 на 100 тысяч населения. Средний областной показатель 1483 на 100 тысяч населения. Появляемость среди сельских жителей за 12 месяцев зарегистрирована, начиная с 13 человек, за 3 месяца 2017 года двое, один мужчина и одна женщина. Если в сравнении с прошлыми годами, то в 2014 год это было 15 человек, что составило 18,8%, и в 2013 году 8 случаев. Рост заболеваемости в значительной мере связан с увеличением охвата обследования на ВИЧ-инфекцию. В 2016 году обследовано 15779 человек, что составило 21,27% населения по району. Но это считается самый высокий показатель в области. То есть у нас расширились показания к обследованию на ВИЧ-инфекцию, включены в стандарт обследования по клиническим показаниям. И теперь, в настоящее время, все диспансеризации тоже должна проходить в возрасте от 18 до 49 лет у всех жителей, кто проходит диспансеризацию. И в связи с этим увеличился процент выявления бессимптомного носительства. Значит, в 2014 году выявлено бессимптомным 4 человека, что составило 6%. В 2015 году 32 человека. И за 12 месяцев в 2016 году это 66 человек, что составило 80% от общего числа выявлений. То есть это позволяет раньше назначить терапию, то есть более наблюдать за больным, более продолжительные сроки, отмечать, когда снижается иммунитет, и назначать уже пожизненно, высококактивно антиретровирусную терапию. Это очень важный момент в выявлении. Ну, что касается возрастной группы ЭКОЛа, то с начала эпидемии 1996 года выявлено 1436 случаев ВИЧ-инфекции. Из них 835 мужчин и 581 женщина и 20 детей. За 12 месяцев 2016 года выявлено 101 случаев ВИЧ-инфекции. Из них 44 мужчин и 57 женщин. Детей 1. За 3 месяца 2017 года выявлено 29 человек, поставленных на учет. Из них мужчин 12 и женщин 17. То есть здесь вот отражается то, что преобладает, чаще заражаются женщины, чем мужчины, ВИЧ-инфекции. И среди возрастной группы преобладает группа от 18 до 49 лет, что составляет 66% от всех выявленных. Старше 50 лет 11%. Если смотреть по годам, то, значит, раньше появлялась мужчина. То есть это с начала эпидемии 1996 года преобладали, конечно, наркоманы. В последующем уже становится больше процентов. Где-то с 2013 года мужчин стало выявляться 45%, женщин 52%. В 2016 году 49% мужчин и 50% женщин. То есть это говорит о том, что здесь уже поражается социально адаптированное население, для того, что преобладает половой путь передачи. Если, значит, до 2000 года преобладал внутривенный путь передачи, почти 100% случаев, то после 2000 года ситуация изменилась в втором величине полового пути. В 2003 году это 47%, в 2011 году 76,9%, в 2012 году 92%, в 2014 году 94%, и в 2016 году 89,7%. Значит, практически все поражены слои населения, что подтверждается, что увеличением женского населения и сельских жителей и превалированием их половой путь передачи. В настоящее время охвачено диспансерным наблюдением 887 человек. Прошли диспансерный осмотр в 2000 году 857 человек, что составило 96,9%. Значит, наиболее пораженными группами считали, значит, это инъекционные наркотики 21%, больные таберкулозом 13%, контактные с ВИЧ-инфицированные 13,9% и находящиеся в УФСИН 7,5%. Теперь остановимся на женском населении. Значит, распространенность среди женщин. Всего в Уфском районе выявляют 578 ВИЧ-инфицированных женщин. Из них женщин фертильного возраста 506, с показателем распространенности 952,2 на 100 тысяч женского населения и 2271,1 на 100 тысяч женщин фертильного возраста. За 2016 год, повторюсь, выявлено 57 женщин. Из них женщин фертильного возраста 49. С показателем заболеваемости, соответственно, 85,5 на 100 тысяч женского населения и 171,4 на 100 тысяч фертильного возраста. Значит, как протекает ВИЧ-инфекция и беременность? Ну, по данному Войскому перинатальному центру, с 2008 года были приняты роды у 172 ВИЧ-инфицированных женщин, в том числе за 2016 год, по 28, абортов проведено в 6. В настоящее время наблюдается 7 беременных женщин. С целью, значит, профилактики заражения ребенка проводится трехэтапная профилактика, то есть женщина при беременности получает антиретровирусную терапию в родах, и также проводится лечение ребенку до полутора месяцев. Ну, к сожалению, не все, конечно, женщины порядочные, кто принимает или встает вовремя на диспансерный учет, и таких за 2016 год было двое. Значит, отсутствие всего этого, конечно, намного повышает русское заражение плода. Ну, плотное сотрудничество с Войским перинатальным центром позволяет, конечно, контролировать вертикальный путь передачи. Значит, с 2015 года не только обследуются беременные женщины на ВИЧ-инфекцию, но и их половые партнеры. Здесь тоже также выявляются ВИЧ-инфицированные. Значит, проведение химиопрофилактики ВИЧ-инфекции и аварийных ситуаций проводят в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Саратовской области под номером 654 от 2 июля 2013 года. А мероприятие по предупреждению профессионального заражения ВИЧ-инфекции медицинского персонала учреждения здравоохранения области. Значит, в 2016 год зарегистрированы три аварийных ситуации в медработниках. В данный момент все пострадавшие, всем пострадавшим проведено в течение месяца высокоактивной антиретровирусной терапии. И, в принципе, у нас случаев заражения медперсонала не было. Основной причиной, конечно, травмы бывает это неосторожность при пополнении манипуляции, нарушение технической безопасности. Вносительно детей. Всего с начала эпидемии ВИЧ-инфекции в Войсковом районе было выявлено 20 пациентов в возрасте до 18 лет. В настоящее время на диспансерном учете стоит 10 человек. Но в основном это были в начале подростки с внутривенным путем заражения. Это где-то с 2000 на уходу к 2005 годы, которые потом в дальнейшем стали взрослые, перешли во взрослую группу. Значит, по перинатальному контакту было 24 человека и с установленного 20 человек. Значит, всем больным в стадии СПИДа и при снижении иммунного статуса ниже 350 назначается высокоактивная антиретровирусная терапия. В настоящее время все нуждающиеся обеспечены препаратами. На антиретровирусной терапии находится 347 взрослых и 10 детей. За 2016 год семеро человек прервали лечение. Но в основном это какая-то депрессия, проживут сколько осталось, или хорошее самочувствие уже лечить, препараты бросают, или длительные отсутствия в городе, это в основном кто и вахтным методом, в Москве или Петербурге где-то работают. Относительно смертности. С начала эпидемии с норастающим итогом по состоянию на 1 январе 2017 года умерло 452 человека, в том числе 43 человека в 2016 году. Из них 13 человек от СПИДа. Среди причин метальных исходов преобладает это вещественная пневмония пневмоцистная или туберкулез с тяжелой дыхательной недостаточностью. На втором месте это церковь печени, меньшей степени суицид, онкология, сердечно-сосудистые, церковно-маскулярные заболевания и другие. Существует несколько проблем рабочих с вещеинфицированными пациентами, одной из которых являются больные, относящиеся к социально адаптированным контингентам. Это потребители наркотиков, лица, страдающие алкоголизмом, с выраженной цифлопатией, до уровня деградации личности. И для некоторых больных, конечно, посещение кабинета в речи профилактики является проблемным. Страх, что увидит или узнает кто-то знакомый, или просто преобладает равнодушные отношения к своему здоровью. То есть порой мы поставим учет, они несколько лет не приходят, забывают просто, наверное, что у них такое есть заболевание и поступают уже в более тяжелых стадиях, продвинутых, когда иммунитет очень низкий и порой с трудом доживают до назначения антиокриджерной терапии. Поэтому тяжело и больно смотреть, конечно, таких пациентов. Ну и в районе ведется активная просветительская работа среди населения, преимущественно с молодого возраста. Это в сфере общеобразовательных и специализированных учреждений проводятся лекции, тестирования, культурные мероприятия, печатные видеопродукции. И молодежь также участвует во многих организациях, относящихся к проблемам ВИЧ-инфекции, проводятся семинары для медработников, проводятся заседания вежневедомственной комиссии, на которые приглашаются заинтересованные люди, также отчитываются о работе в учреждении, где, как проводятся беседы и с молодежью по поличинской акции. Ну и все, в общем. Все у вас. Спасибо большое. Вопрос, пожалуйста. Можно? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, сколько умер в отчах в 2016 году Аспир? 13. 12 человек. А дети есть в отчах? Дети нет. Пожалуйста, еще вопросы. Я желаю, согласно вашему докладу, какая-то промо-нарушка, не до конца понятная, с 2015 года введено обязательное добровольное обследование партнеров. Как это? Обязательно это проводится? Ну, конечно, предлагается всем и со всеми проводятся беседы, чтобы проводилось. То есть это не в приказном тоне, что хотите, но это желательно провести, но это на добровольных началах. То есть это все равно согласие с главой партнерой. Вопрос из вопроса. Если уж такая ситуация, а это страшная ситуация, если вы против цикла, которая произойдет, то как раз нужно. Я не знаю, кто из гонодательства в мире. Обязательное. Обязательное обследование. Никакой там добровольный. Тем более мы прекрасно понимаем, что это за добровольный, приятой категории людей, которые, как правило, заболевают от этого. У нас обязательно могут лежать... Нагоманы, те, которые в СИЗО сидят, туберкулезники будут так говорить. Ну, в СИЗО там обязательно. А все остальные согласят. Только у нас идут доноры без согласия, медработники. Просто здесь проблема. Она настолько обширная. Представьте себе, заболевает детям. Дети заболевают. Ну, сейчас все в руках женщины в основном. Если она находится в профилактической, трехэтапной профилактике, то дети, как правило, конечно, не рожают. Сколько у нас по опыту. Слава Богу, но... Ну, не все обязательно женщины. Конечно, мы всех под статарты... Говорить о том, что им неудобно идти на осмотр. Да я не знаю. Тут надо брать замки и везти их туда. Обязательно на осмотр. Тихо-то поражает. В чем причина такого роста в сравнении с среднеоблатными показателями? Я считаю, что это... В СИЗО по Вольскому району. Просто у нас идет просто выявляемость лучше. У нас больше лифт обследуется на ВИЧ-инфекте. Просто, понимаете, в начале и заказов был какой-то, но ВИЧ-инфекция – это айсберг. Мы всегда говорили, начиная с 2000 года, там, год 15, 85, 8, что это айсберг. То есть вот это выявилась часть, а эту цифру надо умножить еще найти. Я совершенно правильно говорила. И, скажем так, причина заболеваний в том, что мы их обследуем. Это как раз звонок к тому, что надо обследовать всех поголовных. Всех поголовных. Всех поголовных. Мы говорим причин. Да мы не для статистики сегодня разговор-то ведем об этом. Это статистика. Для статистики – это да, это повод. Вот он появился, почему. Начали обследовать. А для населения, для нас-то с вами. Это как раз повод, знаете, для чего? Для размышлений и для того, чтобы, скажем так, выходить в высостоящие организации, чтобы требовать. Человек должен обследовать, на эту зарану. Ее по-другому назвать, наверное, нельзя. Ну, конечно. Игорь Николаевич, случай ошибочного диагноза имеет? Ну, случай был один в прошлом году, когда больного выявили в отделении ВИЧ, ну, подозрение антитилака ВИЧ, то есть отправляется, у нас определяется иммуноферментным анализом, для подтверждения отправляется кровь для иммунофлотинга в Саратов. Вот. Оттуда приходит положительный ответ. Мы вызываем, беседуем с больным, выявляем, то есть особо, конечно, не было, что у него данная завичинфекция, но бывают и бессимптомные, как бы, относительства. Повторно он сдает в различных лабораториях. Ну, просто мы им говорим, ну, если, переносит отрицательный ответ, я говорю, ну, нужно ехать в спеццентр, в любом случае, что снимать спеццентр, это официальный орган для нас, высшестоящий для нас организация, я говорю, нужно съездить. Вот съездил, там пересдал, там было отрицательное. То есть, на лечении в сегодняшний момент как эффективно? Эффективность хорошая, то есть, если больные, начиная с 20 клеток, сейчас у многих по 1000-100, 1000, то есть это приравнено к взрослому населению, для взрослого здорового населения от 1000 до 1500, и может быть, до 1500. А ВИЧ-инфекция, она излечима? ВИЧ-инфекция, ВИЧ можно приглушить, то есть, как злая собака, пока принимает препараты, то есть, он как бы находит собаку на цепи, как только бросает принимать препараты, как бы цепь рвется, и собака кусает, вот так же и у нас. Больше не излечить его. Излечиться нельзя, но улучшить качество и продолжительность жизни можно, то есть, где-то пожизненно. Как сахарный диабет, излечить нельзя, но если принимать инсулин, то... В среднем возрасте вложить инсулин, и вот это, влечить инфекция. Ну, в принципе, если... Ну, у нас вот и по 40, и 50 лет они принимают, и есть женщина и 40, и 76 лет она живет. Измените жизнь. Я говорю, у нас в России 11 областей уже превышает, как говорится, все запредельные нормы в Вечен-Керенце. И в прошлом году, в 2016 году, было заседание правительственной комиссии по этому вопросу. Что именно, какую бьют тревогу медики, Больска и Саратовская область, в отношении ВИЧ-инфекции, инфекции, потому что все вопросы упираются во многие правовые вопросы. Что Вы сейчас делаете для того, чтобы, как говорится, выйти с этого снизить? Ну, снизить, я считаю, что если бы был принят закон, что у всех поставленных на учет, даже бессимптомно и независимо от количества моноклеток, начинать от терротро-вирусной терапии, то есть, фактически, потом, при длительном приеме, вирус в крови просто не определяется. То есть, риск заражения половым путем, каким-либо другим, то есть, это приводится к минимуму. То есть, если вируса в крови нет, он уходит далеко в клетку и сидит там. Поэтому здесь очень хорошие были перспективы. Пожалуйста, вопрос. Кто, 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 медиков, входит, обязательно все доноры. Если бы слышать в крови, решили, если бы есть каналы. Ну, кто подлежит, значит, УИН, УФСИН, и в медике, и в донору. Три к чекам. А доноры всех, кто дает кровь, обязательно? Да, доноры. Николай, а что за три говорения в случае у медиков? Ну, бывает, что вены не попадают, бывает, что иголками кольца, то есть, вынимают эти иголки из системы, бывает при обработке. То есть, медик случайно сам себя упоминал? Случайно. Да, беда, случайно, ничего себе случайно, ничего себе не мы случайно, если в течение 72-х он обратился к нам в кабинет, то мы выдаем препарат, в течение месяца он принимает, то есть, у нас никто не обрабатывается. Показывай, еще обрабатывается. По другим предохранения от личных декций и со стороны ущерб нет, 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 но это насколько можно, то это только презервативы, хотя они на 100% тоже не защищены. Если вируса очень много, то они не утерут. Азибатви. Я бы хотел добавить меры вируса Николаеву на разгаду и дать на проглазанную и подпиши, пожалуйста, подпиши. Су работу действительно среди населения, особенно среди молодых, необходимо вести не только в плане того, что какая опасная болезнь это, но и в плане того, что лечение есть от этой болезни, и люди живут с этой болезнью. Поэтому об этом тоже надо говорить, люди не боятся на обследование, пока, к сожалению, такие законодательства у нас есть. Поэтому попрошу следовать массовой информации, Иван Васильевич, отместить вот эту статистику печальную для района и все необходимые материалы, где можно обследоваться, как обследоваться. Анонимно сейчас можно обследовать. Можно обследовать. Где вам обследование анонимно сейчас? В каком модели можно сказать? Кабинет ВИЧ-Парсилаб. Голубой Рощи 1. Можно полить анонимный обследование. Есть у кого каких у меня еще один лоток. Мы сравнили с сахарным диабетом, там, конечно, немножко неправильно, потому что сахарный диабет не передается никаким путем. Я не в плане передачи, я в плане лечения. Я неправильно. Если женщина что-то выявилась, она прошла какой-то определенный ответ, потом забыла, ушла, и вы про нее забыли. Она не подпадает в какую статью, значит, что она вызывает. А если она не приходит? Не приходит, то как? Полиции. Не, ну как-то милицию, посадить ее, изолировать. У нас нет такого закон. То есть она ответ, насколько я понимаю, за распространение. Если она заразит кого-то, если кто-то подаст на нее иск в суд, то тогда да. Так она по-любому заразит кого-то. По-любому. Она заразит тем более мы ее фамилии не милиция, никому не можем не угрожать. Виталий Геннадьевич, а вы в Чечене? В Чечене? В Чечене? Молодожены, когда они в регистрации, они несут справа. Что они без регистрации? в Чечене? В Чечене? В Чечене обучение России. Следующий вопрос. Уважаемые Виталий Геннадьевич и участники постоянно действующих совещаний. Работа по обучению выводящего состава, формирование гражданской обороны и население возраста муспального района организовывалась и проводилась в соответствии с требованиями федеральных законов. Номер 68 гражданской обороны, так 21 декабря 1994 года. Закон о защите населения и территории чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Номер 68 гражданской обороны, 28. Постановление правительства Российской Федерации номер 841 от 2 ноября 2000 года и 547 от 4 сентября 2003 года. Это утверждение положения об организации обучения населения в области гражданской обороны и чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Согласно приказу начальника Преволоско-Уральского регионального центра по делам ГОО, ИЧС и ликвидации последствий стихийных бицей 13 мая 2002 года номер 108 и положения обучения на методических центрах гражданской обороны и курсах гражданской обороны. Также организационно-методических указаний, утвержденных гигернатором Саратовской области 28 декабря 2015 года по подготовке населения Саратовской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайной ситуации на 2016-2020 годы. Остановление главы Вольского муниципального района номер 2045 от 12 августа 2015 года в организации обучения Вольского муниципального района и утверждение порядка обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайной ситуации на период 2016-2020 годы. Также согласно приказу директор курсов номер 2 от 10 ноября 2015 года и согласно плану основных мероприятий курсов гражданской обороны на 2016 год. Обучение должностных лиц и работников гражданской обороны осуществлялось согласно приказу МЧС Российской Федерации 13 ноября 2006 года номер 646, определившего перечень должностных лиц и работников гражданской обороны. Под обучение попадают руководители и заместители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. Специалисты гражданской обороны, также предприятий и организаций учреждений, председатели комиссии по чрезвычайным ситуациям, эвакционные комиссии, комиссии по повышению устойчивости функционирования тех организаций, которые продолжают свою трудовую деятельность в военном время. Руководители сборных эвакционных пунктов, пункт временного размещения, приемных эвакционных пунктов и отказных промежуточных пунктов эвакуации. Руководители внештатных формирований гражданской обороны, предприятий и организаций учреждений, инструктора, переконсультанты учебно-конструкционных пунктов, начальники, заместители, воспитатели детских и здоровейственных лагерей. Преподаватель предмета основы безопасности жизнедеятельности, учебных учреждений, классные руководители, а также учителя начальных классов. И заместитель руководителей занятий по гражданской обороне на предприятиях, организациях, учреждениях. Программа подготовки этих должностных лиц составляет 35 часов в год на курсы гражданской обороны. Программа подготовки личного состава формирования гражданской обороны на предприятиях 20 часов в год. 14 часов это теоретический материал и 6 часов практические занятия под руководством непосредственно руководителей, назначенных руководителями данных предприятий. Программа подготовки личного состава организации, не вошедших в формирование, также составляет 20 часов, только тематика отличается от личного состава нештабного формирования гражданской обороны. В 2016 году на курсы гражданской обороны подготовлено должностных лиц гражданской обороны 176 человек, специалистов ГО, 79 человек, руководителей нештабного формирования гражданской обороны объектов экономики 201 человек, ну и другие категории 330 человек. Рабочие программы разработаны на основе примерных программ Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Они уцелезены главой Русского муниципального района с отработкой навыков и практических действий в ходе проведения учений и тренировок. Обучение неработающего населения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайной ситуации проводилось согласно комплексному плану обучения работающему населению Русского муниципального района. Учебно-конституционных пунктов. Таких пунктов у нас в сроке 25. Действия организованы на предприятиях, обслуживающих компаниях, на квартирных домах, в муниципальном общеобразовательном учреждении Школы номер 3 и в 14 муниципальных образованиях Польского муниципального района. Путь в 12-часовой программе по месту жительства с привлечением специалистов управления по делам гражданской обороны, 26-й пожарной части, курсов гражданской обороны, Вольского участка Центра государственной инспекции, маломерных судов, ЧС России и Саратовской области. В средствах массовой информации публиковались материалы по вопросам безопасности жизнедеятельности населения. Согласно периоду года, весна-лето, зима-ороз. По состоянию на 1 декабря 2016 года, план комплектования курсов гражданской обороны выполнен на 99,4%. Подлежало обучить 791 человек, обучено 786 человек. План комплектования учебно-методического центра по гражданской обороны Саратовской области должностными лицами и специалистами Польского муниципального района на конец учебного года, в декабре 2016 года, выполнено на 100%. Подлежало обучению 15 и обучим 15 человек. В весенне-летний период проводились занятия с учащимися школ, учебным заведением, в Роскому муниципальному району по мерам противопожарной безопасности в период каникул. Со школьниками 1-7 классов на детских площадках проводились занятия по правилам поведения во время чрезвычайной ситуации. На эти занятия присутствовало 358 учащих. 1 сентября 2016 года в учебных учреждениях Польского муниципального района проводился всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности». В проведении открытого урока приняли участие 20 человек. Это от управления по делам гражданской обороны 4 человека, от курсов гражданской обороны 3 человека, от 10-го отряда федеральной противопожарной службы в Саратовской области 8 человек, от отдела Министерства внутренних дел России по Вольскому району 5 человек, обучающихся было 4 390 человек. В рамках месячника гражданской обороны проводился смотр-конкурс учебно-материальной базы по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на предприятиях учебных заведений Польского муниципального района, который показал, что учебно-материальная база по вопросам гражданской обороны учебные заведения Польска соответствуют предъявляемым требованиям, за исключением такие организации, как ООО «Кладовые-2009», ООО «Вольск-Солок», ООО «Вольский фериал городских электросетей», ООО «Бултармонэнерго», Средняя общеобразовательная школа «18-11», Пятое – «Вольский фериал базарно-корбулатского техникум и агробизнеса» ограниченно соответствует предъявляемому требованию, что негативно сказывается на подготовке личного состава нештатных формирования гражданской обороны и обучения работающему населению. В это же время проводился смотр-конкурс учебно-консульционных пунктов, которые созданы постановлением главы администрации «Вольского муниципального района» номер 1437 от 28 апреля 2015 года о создании учебно-консульционных пунктов под гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям «Вольского муниципального района». Главными задачами этих пунктов является организация обучения неработающего населения по программам, утвержденным Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, выработок практических навыков действия в условиях чрезвычайных ситуаций мерного и военного времени, повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угроза и восстановления чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий. Хочется сказать слова благодарности бывшему директору средней общеобразовательной школы МОН-3 Андреева Ирины Владимировны и преподавателя-организатора ОПЖ Иванову Анатолию Михайловичу за их плодотворный труд как в вопросе выполнения своих профессиональных обязанностей, так и в вопросе обучения неработающего населения в поселок Северный с привлечением учащихся школы к активной пропаганде задач гражданской обороны, повышения роли и ее значения в современных условиях. Главами 14 муниципальных образований в Орском муниципальном районе рекомендовалось своим распоряжением назначиться начальником учебно-концессионных групп по гражданской обороне и чрезвычайными ситуациями заместителя главы или главного специалиста муниципального образования. Хочется отметить исполнительность таких руководителей, как Маринова Александра Евгеньевича Черкасское муниципальное образование Симонову Галину Федорову Шеркоп-Бурарского муниципального образования Койота Александра Алексеевна Покровского муниципального образования Хариконов Иван Семенович Багайбаранский муниципальное образование Наумов Василий Алексеевич Междуреченское муниципальное образование Харкалин Сергей Александрович Симоновское муниципальное образование Которые своевременно издали и представили в Управлении по делам гражданской обороны свои распоряжения в декабре 2013 года согласно утвержденному положению об учебно-конституционном пункте В смотре в конкурсе учебно-материальной базы учебно-конституционных пунктов первое место в Саратовской области заняло муниципальное образовательное учреждение школа номер 3 Городово-Вольска Остальные главы муниципальных образований распоряжения представились большим опозданием после неоднократных напоминаний Перечислять, я думаю, не стоит их Из этого можно сделать свой вопрос что должностные листья муниципальных образований не уделяют должного внимания организации обучения работающего населения на вверенных им территориях Самое интересное, два данных муниципальных образований пунктом третьем своего распоряжения перекладывают вопрос создания организации ОПП обучения неработающего населения своих муниципальных образований на муниципальные учреждения управления по делам гражданской обороны тем самым игнорируют законы Российской Федерации и установление главы администрации До настоящего времени им не представлено распоряжение создания ОПП как это требует положение утвержденное постановлением администрации положение обучения конструкционных пунктов гражданской обороны об этом я доводил кому непосредственно главному кто пребывал в постоянной действующей совещании и лицам замещающим четко спор постановление по управлению неприбыли согласно приказу главного управления МЧС Российской Федерации Саратовской области от 3 ноября 2016 года за номером 659 групп 95 по результатам смоток конкурса среди курсов гражданской обороны Саратовской области муниципальные учреждения дополнительного профессионального образования курса гражданской обороны в Уорг-Убольске заняли второе место задача гражданской обороны номер один это подготовка населения в области ГО гражданской обороны В новой корректовке задач, предложенной начальником Центра стратегических исследований гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям России Фалеевым Михаилом Ивановичем, основные мероприятия, осуществляемые в целях решения задач подготовки населения в области гражданской обороны, перечисляются таким образом. Это различное нормативно-методическое обеспечение функционирования системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, организации проведения обучения граждан правилам и способам защиты, создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-методических центров курсов гражданской обороны и учебно-консульционных пунктов гражданской обороны, модернизации и поддержания в рабочем состоянии учебно-материальной базы учебных учреждений гражданской обороны. В исполнении директивы Главного управления МЧС Российской Федерации в Саратовской области за номером 11-17-204 от 21 января 2003 года для качественной подготовки должностных лиц с курсами гражданской обороны необходимо иметь унтимедельную систему. Доклады получаем. Так, и большой вопрос. В. Санябрадович, очень серьезный вопрос, по которому мы докладываем. Людей надо обучать, обязательный порядок, чтобы давали мы курсы, и что только инцидент давали. Вот все делаем, занимаемся. А вот объясните ситуацию. Обученный человек, не дай бог, он в завтра подойдет, где этот обученный человек может взять элементарные средства индивидуальной защиты? Согласно закону... Я к чему? Любовь поднимите, спросите, где он на случай чрезвычайной ситуации должен быть. Я не знаю. В. Виталий Иванович тоже не знаю. Согласно закону гражданской обороны, индивидуальные средства защиты на предприятиях, организациях, учреждениях... Я не согласен. Закон знает, все знают закон, если не знают, почитают. Вот на сегодняшний момент. Сколько таких пунктов и территорий в Вольске у нас планировали? И где хранятся, хотя бы, ну, я не знаю, противогазы элементарные вещи? Значит, работающее население, средства индивидуальной защиты обязаны получать на своей работе. Виталий Иванович, а это вопрос не ко мне. А на сегодняшний момент вся наша система гражданской обороны, на мой взгляд, я не говорю о том, что вы не работаете, я не говорю о том, что вы не обучаете. Все, мы обучаем. Ну, что человеку, кто обученному или не обученному, делать, если у него элементарных вещей? Было время. Работал директором учхоза. У меня на складе лежало, я не знаю, там, десятки тысяч противогазов лежало, да? Я не знаю, что там лежало, но я знал, что на случай чрезвычайной ситуации каждый мой работник, член семьи, член семьи, получит противогаз. Даже так, вот, может, кто-то будет смеяться, но он, Боякин, подтвердит. Было, скажем так, разработано и существовали какие-то нормативы для золотовольческих комплексов, дорогие мои. А мы сегодня доработались. Назовите мне хоть одно предприятие, у кого есть. Вот мы тоже здесь все работаем. Вольст-минок есть. Сто процентов. Вы услышали все? Да. Сколько противогазов? С 200. С 200 противогазов? Это уже хорошо. Напоминаю всем. Почти 6 тысяч населения в Вольском муниципальном районе. Надо шуметь, кричать. Мы сами себя представляем. Не дай бог, тем более мы в такой зоне живем. Не дай бог что-то случится. Для всех руководителей занятий я все вопросы на занятиях поднимал, доводил. Но ссылаются на недофинансирование. Это финансирование. Еще раз понимаю, кто нас, вы знаете, кто-то смудрых сказал, беда денежку родит. Не дай бог, если эта беда состоится. Тогда будем искать и денежку, и все остальное. Вот о чем надо кричать. Вместе. Можно я разговариваю? Конечно. Немножко ясно, понятно. Внесите, внесите ясно. Значит, обеспечение средствами защиты осуществляется, значит, подобного норматива. Первое. На работающее и неработающее население. На работающее население ответственны за обеспечение средствами защиты постоянного состава, непосредственно руководителя объекта, директора, сольф-предит. В свое время существовал отдел надзора по вопросам гражданской обороны, который этот вопрос отслеживал. Соответственно, руководителя, где не осуществлялся согласно предполагать... Извините, я вас перебью. Скажите, они у нас есть или нет? А то, что вы переселяете, вы понимаете? На предприятии есть. В ходе проверки... Где? У кого? На всех переселях я... У кого? У кого нет ничего. Вот сейчас сам его возьму и поедем, и будем проверять. Давай, я приняю, что средства защиты надо находить в городе, если для сельскохозяйственников не представлять опасность, они не могут, они противогазы. А, ну да, пусть умирает так, наверное. Для чего предназначен противогаз? Для защиты от боевых отравляющих веществ. Вы что упираетесь в противогаз? Я в принципе говорю. Средства индивидуальной защиты не только противогаз. Не мне вам говорить. Заниматься над делами. Я к чему разговариваю? Надо посмотреть. У нас, да какие только структуры нет. Это то же самое, как и в образовании с умностью. И в ГО с умностью. Все занимаются вроде бы делом. А когда вопрос задаешь принципиальный, ответа нет. Вот привели пример. Беловой завод. У нас там есть противогаз. Хорошо, как и в беловом заводе. Это заслуга руководителя. Это не заслуга, это ответственность руководителя. Это не заслуга. Какая заслуга? Я уж не говорю о нерегализованном населении, дорогие мои. Вот чем должны заниматься и курсы, и обучать, и так далее, и так далее. Вы мне поясните, а как неработающее население могу обучать? Неработающее население на учебно-консеркционных пунктах. Я понимаю, кто-то добрый. И численных пенсионеров, проживающих на квартирах, домах. При проведении собраний жильцов этих домов и в период посещения уплаты по квитанциям ЖКХ на стенды гражданской обороны вывешивается информация и памятки, согласно сезону года, которые также стоят в очереди. То есть методом самостоятельного изучения средств массовой информации и радиотереведения другого не предусмотрено. Ясно, спасибо. Пациент, еще один вопрос. А вот существовала некая 30-километровая зона от инстанции. В свое время в этой 30-километровой зоне у каждого владителя, у каждого жителя должно быть, ну как он называется, тревожный чемоданчик, тревожный рюкзак. Эта система тут сегодня на работе, или она уже ушла просто? Ну, было время проверять. Сергей Владимирович, может, лучше или 200? Ответь, пожалуйста. Зону уменьшим? В 30-километровой зоне все, кто проживающий, с собой должны иметь, конечно, набор на трое суток продовольствия, а также... Все понятно. Это есть или нет? А каким образом я могу прийти домой и проверить у живущего человека, что он предстоит наличие чемодана? Нет, не требую проверять. Придите и спросите. Втерсеевцы берите все втерсеевцы, если вы скажите. Вот такая вот ситуация. И вот в Зиме-Рубке, в Зиме-Рубке, в совещании БИО, да? Кто-то с глав, скажите, кто работает, когда вас проводили. Марин, ты у нас передовик в этом плане. Скажи, когда у тебя в Черкасске проводили какое-то свещание по ГОЧЕС? С неорганизованным населением. Если нет, может, и сам. Да, вроде бы информация висит на стендах и везде. Ну что вы, и на сайтах висит. Везде все висит. Я вас спрашиваю, когда вы вот с людьми один на один встречались, пригласили. Сергея Владимировича, я не знаю, Александр Иванович, чтобы они рассказали населению. А у нас выходили в школу. Здесь в школу. Говорю, неорганизованное население. У тебя в определенном моменте есть. В определенном моменте есть. Вот, вы знаете, неудобно говорить при прессе. Но мы говорим сами с собой, улыбаемся, мягко говоря. Да никто не проводит эту работу. Никто. Давайте реально скажем, что никто не проводит. Но ее проводить необходимо. Дима, вопрос из вопроса. Завтра пожар будет, люди не знают, что делать. Они вообще рабочие, претендарные специальные защиты. Хотя все мы с вами получаем зарплату и это в наши обязанности. Вот с этих двоих ребят можно спросить за то, что они вас не заставляют. А вот что сидите? А вот финансирование откуда-то? Здравствуйте. Финансирование на профилактику, в принципе, никакого не надо. Финансирование. Финансирование с людьми и пообщаться, поговорить, предоставить ту информацию, которую... Нет, я не про это. Вот человек зарплату получает, он откуда получает этот зарплат. С районного бюджета. Это шаг? Да, это бюджет. Вот ту информацию, которую Александр Александрович предоставляет, у кого образование, документы еще не переделаны, здоровый день, разберите, посмотрите. Ладно, я прошу, эти работы заняты. Спасибо, Александр Александрович, представитель. Дайте вопрос, давайте послушаем. Добрый день, уважаемый учебник. Стояние на 7 апреля в территории района, к началу года произошло 9-й пожар, зоомологичный период был в 19-м. На пожарах в этом году погиб 1 человек, зоомологичный период, в прошлого года 3 человека, травмировали в этом году 4 человека, в прошлом году не ознакомился. За неделю, 31 апреля, пожар не зарегистрировано. Однако у нас участились случаи горения сухой травы. А вы не регистрируете в случае сгорания, чтобы вы там... Ну, на полоскодинках не подлежащий к высоте учета у нас. То есть регистрируется с учебным, там учебных не включено, регистрируется в журнале, но проверки не нужно. Сколько таких сгораний было? Если сейчас затрудняете, я скажу, что... 33 термозрочки были до 5. 33. Вот. Прошу глав администрации при работе профилактических групп разъяснять гражданам о запрете разведения костров, сжигаемой сухой травы. Обращался в общем такая ситуация напряженная, в леса может уйти по особой траве огонь. избежать нам злофальных ущербов и... Георгиевич, смысл еще и снег. Ну, снег не смеет. Но в темнере, мы с вами уже... Местами есть уже просохшие... Вот, в лаван, в лаван, 33 градуса. Представляете, что это? Я так представляю, это не просто, что глава согласятся со мной. Не просто, ну, у тебя что-то дает. Конечно, люди. Я знаю, что это, скорее всего, для того, чтобы косить траву. Сейчас сжигают сухую, чтобы потом зеленку появится. Хорошая трава для... Есть люди, есть люди, для которых позволен просто вот, не знаю, что... Есть развлечения, просто люди, для которых развлечения. Поэтому отслеживать эту шквалку надо, серьезно, что здесь я бегу, еще в памяти остался. Людей вы селяли, вывозили. И это может случиться. Вот. Пятнус, около чем-таки сегодня пожар. Четвертый, пятнус. 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 Спасибо. Спасибо. Действительно, потому что с пожарами сейчас еще и с погодными условиями только напрягается. Таким главным с парам образования мы сегодня уже проговорили. Мера принимать без хода тоже информация доведена. МЧС у нас при управлении Сергей Иванович на контроль термозрочке, который сообщает нам. Сейчас, в принципе, это просто дело. Сейчас за спутников отслеживается любое возгорание. Траву лет жгут, мутор лет жгут. Против за спутника идет информация, где, в каком районе произошло возгорание. Да, понятно, сейчас период уборки, люди многие сейчас в погодах рыгают мусор, а вот поэтому в местах я попрошу и главным муниципальным образованием, и управляющей компанией мусор надо выводить. Выводить. И в связи с этим также еще раз обращаю, что у нас продолжает мечь по благоустройству погодных ходов устанавливать. Я попрошу всех организаций, учреждений, управляющих компаний работа продолжается. Продолжается. Это управление муниципальным хозяйством в будущем еще раз в среда пятница проверка всех учреждений. Потому что сейчас в проектах выходные не все еще вышли в новгород территории. Да, понятно, где-то еще было сыровато, жирновато, снег еще не везде растает. За эту неделю за выходные значительно потепление и уже все возможности для уборки будут созданы. Попрошу меня вставать. Тоже еще не все выходили. Поэтому обязательно для всех в пятницу подведем итоги, посмотрим. В понедельник на ПТЕС озвучили. Что вышел, то не вышел. есть вопрос объявлений? Да, пожалуйста. В прошедшем заседании была звучана проблема о том, что платеж не заходят за водой. Есть ли подвижения по числу? да, есть подвижения по платежкам там организация, которая выиграла фонд на протяжении подразжен и ведомств находится. А потом у них было в одной цели. Там прорача компаний собирается все ресурсы. И у них поэтому возникло ... Ну, конечно, но вышло, сама по счастью, интересная. Ну, понятно, да. Не, ну, вот, человек, да, получал. Но вообще вот на злоу какого-то, как-то день какое-то, нет. Там в больших городах управления все опадем, на все ресурсы собирает. Я смотрю, у Третьейщева, у Марс, они начинают эти вопросы. И там, где муниципальные предприятия, счет сохраняется, существует. Там, к сожалению, в том числе у всех разные и подчинение у организаций всех разных. Сбор денежных средств, свои отдавать, как бы, выразительно, не знаю. За это же дополнительно, все равно придется платить еще проценты за сбор средств. И плюс, каждая организация, когда собирает свои денежные средства, они видят своих должников, видят свой сбор процентов, и, впрочем, рассчитываются уже на другие поставленные ресурсы. Поэтому, там приморка, такая ситуация, мы ее налажим. И еще вопрос объявлений. То есть, я не закончу, спасибо.